Ты сидишь у камина и смотришь с тоской Как печально камин догорает Как в нем яркое пламя то вспыхнет погодь То бесследно опять угасает Подожди еще миг и не будет огней Что тебя так ласкали и грели И останется грунта сгоревших углей Что еще догореть не успели О поверь же любовь Это тот же камин Где сгорают все лучшие грезы А погаснет любовь В сердце холод один Впереди лишь страданье и слезы А погаснет любовь В сердце холод один Впереди лишь страданье и слезы Это был любимый роман с моей мамой Анны Никифоровны Царствие ей небесное Она очень любила этот роман Часто его пела И я тоже выучил его И часто мы даже пели вместе А вот еще один ее любимый роман с Не смущай ты мою душу Не заи меня с собой Ты ведь знаешь, я не кружу Не боюсь малвы и пешкой Но младенец в колыбели Слышишь, слышишь Плачет, плачет и зовет Не смущай, не смущай мою душу Не смущай, не смущай мою душу Разделись с тобой готов я Горе, радость, труд большой Даже света бы дневного Не видал бы я с тобой Но младенец в колыбели Слышишь, слышишь Плачет, плачет и зовет Не смущай, не смущай мою душу Не смущай мою душу Не смущай, не смущай мою душу Не смущай мою душу Спасибо Теперь перейдем, как говорится, к презренной просьбе Скажите, как назывались ваши литературные поэтические позиции? Вот вы же продемонстрировали, наверное, их три Никак не называются Она стихи рассложилась, да? А? Стихи рассложилась сейчас Нет, это опробовано уже Ну, иногда бывают варианты просто Я меняю порядок стихов и романсов А так, в общем-то, авторы Только вы с ними выступаете, с этими литературными позициями? Раньше выступал много, но сейчас этот жанр, как так называемое художественное слово, приказал долго жить Вот Уже Мало Нет, ну, может быть, интерес у многих и сохранился Но это уже не то, как вот и вы, и я заставили В шестидесятые, семидесятые, восемьдесятые годы Когда у метро площади революции висели абонементы И гремели имена мастеров художественного слова И Клейнера, Антонина Кузнецова, Татарский, Юрский, Яков Смоленский Журавлёв Дмитрий Николаевич Ну, можно перечислять Юрий Мышкин Можно перечислять абонементы И зал библиотеки имени Ленина Никогда не пустовал на литературных вечерах Скажите, я вас нечего А кто открыт последний штормансов? В музыке? Да Совершенно редко Ну, вот последний романс Ну, он такой полу-полу-цыганский Романс, он даже звучал в одной из постановок «Живого трупа» А «Ямщик Наганилашевер» Он же очень известный романной автор Я не могу сказать, слушайте, я не могу поставить Я не могу поставить Нет Я думаю, сейчас говорят, что ответ на любой вопрос можно найти интернет Это если кто-то знал, я туда его положу Цыгане, я не знаю, пользуются интернетом еще И все в своей работе туда зашли Да Ну, это не просто ответы Они из театрограммаемых Нет, ну филармония до сих пор еще существует Вы говорите, Жанна о художественном слове Приказал долго жить Но филармония до сих пор И мастера художественного слова Кренер до сих пор выступает Да, но это уже не в таких масштабах, как это было И сейчас Ну, разве есть сейчас такие Разве можно сравнить с афишами рок-групп, рок-музыкантов И нет такой рекламы средств массовой информации А как вы считаете, это уже в одном направлении? То есть в убывающем Бывает это вот, да? Интерес к художественному слову Или все-таки возрождение будет? Хочется надеяться, что будет, потому что А вам известно, мы вот молодые голоса Вот, кто именно занимается именно художественным словом Нет, 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 не известно Старые глади А у вас, кстати, это было Можно сказать, что, конечно Традиционные штипцы и все Молодожник не читает? Ничего, так и не занимается? Нет, они в сериалах снимаются в основном У вас какие традиции? Мухтар, Мухтар 2 и тому подобное Мухтар 5 Ну, если позволите об этом рассказать Мы говорим о художественном слове В исполнении мастеров слова Но вот я был свидетелем возрождения Такой традиции позапрошлого века Народных чтений Это библиотеки 149-й на Кожуховской Петра Романова 6 Когда, собственно, более-менее умеющие читать Вразумительно Гоголя читали, да? Читали несколько Несколько чтецов по отрывкам Гоголя И потом было как бы Ставились вопросы обоюдно И ведущими, и чтецами, и слушающими И искали на эти вопросы ответы у автора То есть вот такой, что называется Интерес на злобу дня, может быть, на тему дня Наверное, вот это заслуживает внимания И продолжения не зря же В интервьюционное время И библиотеки начинались С народных читали Вот об этом, может быть, следует Создумать Ваши коллега по театру Александр Владимирович Клюбин Вы с ним на эту тему не общаетесь? На тему аудиокниг, потому что он уже Да, нет, не общаетесь Совсем не общаетесь? Нет, мы редко встречаемся У нас такой большой театр, что с некоторыми артистами Не встречаешься месяцами Как минимум Ну, хорошо Поскольку речь зашла о художественном слове Я тоже, в общем-то, какое-то отношение К этому имею У меня несколько, помимо поэтических У меня несколько программ по литературным произведениям И первую программу, которую я сделал просто по велению сердца Ну, как говорят, не лезь Можешь не писать, не пиши Так вот, эту программу я просто не мог не сделать И вы должны меня понять Потому что редкий молодой человек В шестидесятые, семидесятые годы Не увлекался ремангом И одним из лучших его романов «Три товарища» И не был заражен и обуян Всеми этими идеями дружбы, товарищества, любви Даже если помните Есть такой эпизод В фильме «Москва слезам не верят» Едет, кажется, героиня в метро И когда спрашивают «А что вы читаете?» Говорят, «Как что?» «Три марта, сейчас все москва читает» А это был конец 50-х Начало 60-х годов И вот У меня просто физиологическая потребность возникла Читать это вслух И так Поделиться Своим отношением Как я его понимаю Всеми этими Переживаниями А поскольку там Речь идет от первого лица То я, естественно, олицетворял себя Когда писал композицию Когда работал Олицетворял себя с главным героем С Робби Локомпом И Композиция у меня получилась В общем-то Не о трех товарищах Не по названию Романа А Композиция у меня получилась О любви О взаимоотношениях Роберта и Патриции Робби и Бат Так, в общем-то Можно было бы и назвать Эту композицию А Дружба Кестер Лец И все Персонажи Они, в общем-то Присутствуют, конечно Но Композиции Они присутствуют И действуют Только Когда они Так сказать Льют воду На мельницу В взаимоотношении Главных Героев В восемьдесят шестом году Да И Что, в общем-то Символично В черне То есть Была написана И выучена Эта программа В восемьдесят втором году А Композиция И Роман Начинается Такими Строками Странное чувство Испытываешь Все-таки В день рождения Даже если Никакого значения Не придаешь ему Тридцать лет Было время Когда оказалось Что никак не доживешь до двадцати И так хотелось Поскорее стать взрослым Потом Детство Школа Все это так далеко ушло Как будто никогда и не было Ну и так далее И Как раз В восемьдесят втором году Мне тоже исполнилось Тридцать лет Поэтому Очень Это все было мне близко И По Я как будто рассказывал про себя А в восемьдесят шестом году Я был включен в гастрольно-концертный план Объединение Союз-концерт И Мне удалось Посчастливилось Поездить с этой программой По стране Я был и при Балтике Первые гастроли у меня были очень интересные Такие Ирика И Вильнюс Италию Гауна Старту Пярну Ну а потом я включал Не целиком А просто фрагменты Из этой композиции В свои встречи Со зрителем Ну и вот Сейчас я хотел бы Прочитать вам Небольшой фрагмент Из этой композиции Это в общем-то Ближе к финалу Первой части Днем я созвонился с Патрицией Она болела Я не видел ее Почти неделю Хлопнула парадная дверь Она вовсе не выглядела больной Или изможденной Напротив Ее глаза Еще никогда не казались Такими большими И сияющими Лицо Прозовело Движения были Мягкими Как у гибкого Красивого Животного Вы великолепно выглядите Совершенно здоровый вид Мы можем придумать Массу интересного Хорошо бы ответила она Но сегодня не выйдет Сегодня Я не могу Я не понимаю Еще посмотрел на нее Как вы можете Она покачала головой К сожалению нет Я хотела Позвонить вам Предупредить Чтобы вы не приходили зря Но вас уже не было К сожалению Я сама узнала Об этом полчаса назад Я все еще не понимал А вы что Можете договориться на другой день Она рассмеялась Нет не получится Нечто вроде Делового свидания Наконец я понял Меня словно обухом По голове ударили Деловое свидание Но у нее был отнюдь не деловой вид Да и какие деловые встречи Бывают по вечерам Но их устраивают днем И узнают о них Не забыл часа Что ж Ладно сказал я Тогда ничего не получится До свидания Она внимательно посмотрела на меня Мы можем немного погулять У нас еще есть время Я целую неделю не выходил из Что ж Ладно нехать Я согласился я Мы пошли по улице Атрецая глубоко вздохнула И расправила плечи Как это замечательно Особенно после долгого заточения В комнате Жаль мне тоже Что мне нужно уйти Этот биндинг Вечно у него спешка Биндинг Переспросили Вы что Условились с биндингом? Она кинула с ним И еще с одним человеком От него то все и зависит Она снова засмеялась И продолжала говорить Я больше не слушаю Биндинг Биндинг Я не подумал о том Что она знает его Гораздо больше чем меня Я видел в моей поверхности Огромный сверкающий бьюик Его дорогой костюм И бумажник Что это мне Всправило в голову Это девушка Вообще не для меня Кто я? Пешеход Взявший на прокат Кадилам Больше ничего Скорее назад Ну и собственно Ничего еще не произошло Было просто Глупо все это Затевать Нет Скорее назад Мы можем встретиться Завтра вечером Если вы не возражаете Сказала Патриция Завтра вечером Я занят Ответил я Или послезавтра Или в любой другой день На неделю У меня все дни свободны Это будет трудно Сегодня мы получили Сложный Сложный заказ И мне вероятно Придется работать всю неделю Допоздна Это было вранье Но я не мог иначе Я чувствовал Что задыхаюсь От бешенства И стыда Мы подошли к ее парадам Будьте здоровы Сказала Желаю приятно развлекаться Она не ответила Не без труда Я отвел взгляд От кнопки звонка Посмотрел на Патрицию И не поверил своим глазам Уголки юрта подергивались Глаза искрились огоньком И вдруг она Схохотала Сердечно и беззаботно Ребенок Сказала она Господи Какой же вы еще ребенок Я порывисто и крепко Обнял ее Пусть думает что хочет Ее волосы коснулись Моей щеки Лицо было совсем близко Потом глаза ее приблизились И вдруг она поцеловала меня в губы Она исчезла Прежде чем я успел сообразить Что случилось За ужином с друзьями у Альфонса Мне показалось что Патриция Пользовалась слишком большим успехом Я не опасался что ее действительно Кто-то попытается отбить Такое между нами не водилось Но я не очень то был уверен В ней самой Пользовалась Мои 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 Мои